С конца прошлого года мы много рассказывали вам о так называемой мусорной реформе, которую затеяли в целом по России и в Вологодской области в частности. И весь этот год мы много говорили о том, что она идет со значительными нарушениями, а тарифы в Вологодской области одни из самых высоких по стране. Эти тарифы нам снижали трижды в течение года. И каждый раз мы говорили о том, что нормы накопления, сами по себе тарифы никоим образом не рассчитаны. Мы много обращались в прокуратуру и неоднократно отмечали, что в городе и в области не проводится ни сортировки, ни раздельного сбора мусора, а сама по себе реформа не является по сути дела реформой. И даже в апреле губернатор заявил о том, что реформа не должна вызывать нареканий. Мы должны создать прозрачную систему накопления, утилизации, сортировки, переработки мусора на территории Вологодской области, чтобы она ни у кого не вызывала нареканий. Но скажите, пожалуйста, как она может не вызывать нареканий, если сейчас мы с вами можем заглянуть в ответ прокуратуры, которую получили замечательные женщины из Череповца, которые точно так же, как и мы, долгое время долбили прокуратуру и говорили о том, что значительное нарушение по мусорной реформе есть. Давайте посмотрим в ответ, и прежде чем мы покажем вам в следующем году наше новое расследование о мусорной реформе, в конце этого года мы прочитаем этот самый ответ. Ваша жалоба о нарушениях законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, непринятие прокуратуры области мер к департаменту ТЭК Вологодской области, поступившей с Генеральной прокуратуры Российской Федерации, рассмотрена. По результатам ранее проведенной прокуратурой проверки, приказы начальника департамента, которым установлены тарифы на услуги региональных операторов, первым заместителем прокурора области от 7 февраля принесены протесты, которые рассмотрены. Кроме того, 13 февраля прокуратурой области в Генпрокуратуру направлены материалы, полученные в ходе проверки, для рассмотрения вопроса о направлении в ФАС России. Согласно информации Генпрокуратуры, материалы проверки направлены для рассмотрения в ФАС. По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки ФАС России в адрес департамента выданы предписания о приведении приказов об установлении тарифов в соответствии с требованием действующего законодательства исполнения предписаний находится на контроле ФАС. Поскольку уполномоченным органам в обозначенной сфере приняты меры в рамках компетенции области, то заявления в суд об оспаривании приказов начальника не направлялись. Приказами начальника департамента от 11 июня и от 14 декабря 2018 года, которым установлены предельные единые тарифы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, тарифы снижены на 18 и 29 процентов соответственно. Проведенными проверочными мероприятиями также установлено, что приказ начальника департамента от 30 октября 2017 года, которым установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов, не соответствуют требованиям действующего законодательства. Замеры массы и объема, образующихся на территории области отходов, проведены с нарушениями требований закона. В связи с этим, первым заместителем прокурора области 23 марта принесен протест на вышеуказанный нормативный правовой акт, который рассмотрен. Поскольку нарушения законодательства до настоящего времени департаментом не устранены, прокуратурой области в Вологодский областной суд направлено административное исковое заявление о признании недействующим со дня принятия приказа начальника департамента от 30 октября 2017 года и приложения к нему. Также установлено, что департаментом финансов Вологодской области по результатам проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе департаменту вынесено предписание о необходимости исполнить обязательства по ведению претензионной работы с Институтом развития регионов. Исполнение предписания находится на контроле департамента финансов Вологодской области. Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта от 18 октября 2016 года материалы проверки по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере прокуратурой области 20 декабря направлены в порядке 37 статьи УПК начальнику следственного управления МВД России по Вологодской области для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Хорошо, что прокуратура занимается вопросом возбуждения уголовного дела по факту мошенничества от контракта 2016 года. Однако мы напоминаем, что обращали внимание прокуратуры не только на это, а также на грубейшее нарушение на полигоне Пасынково, который мы показывали неоднократно, о незаконных захоронениях в течение всего 2019 года на полигоне Намудрово в городе Вологде. Мы обращали внимание, что на самом деле за всей этой схемой мусорной реформы стоит и серый кардинал Кремлев, и нарушитель Тряничев, и привлекать к ответственности надо и замгубернатора Стрижова, и начальника департамента Мазанову. И, конечно же, за всем этим стоит тот самый губернатор Вологодской области Кувшинников, который говорит нам о том, что реформа не должна вызывать нареканий. Мы будем надеяться, что реальные виновники будут привлечены к ответственности, а настоящая реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами будет продолжена и доведена до конца и с переработкой, и с раздельным сбором мусора.